Работают все радиостанции Ольховой, Березовой, Фокина, Завидной. Это первый квест на территории нового микрорайона. Инициаторами игры стали сами ребята, и они же ее участниками. Изиногласно решили, победителей не будет и проигравших тоже. Задача – просто хорошо провести время в компании друзей и отметить День космонавтики. В первую очередь мы, как активная молодежь, хотим принимать участие в жизни района, сделать интереснее нашу жизнь, жизнь жителей, как младшего возраста, так и старшего. На этапы вышли шесть команд, шесть космических кораблей. Ребятам предстояло пройти девять этапов, строго следуя маршруту. После каждого задания команда получала деталь ракеты. Ничего легко не дается, прям вот все трудно, но все нужно уметь делать. Поэтому, как бы, квесты дадутся очень трудно. Во время необычной игры, которая поистине захватила всех участников, космонавтам пришлось продемонстрировать всю свою смекалку, спортивные навыки, сообразительность и исторические знания. Было очень весело, интересно, очень было как-то слажено все, все сдружило всех. Названия условных космических кораблей не было, но команда Александра Птицына по цвету ракеты, фрагменты которой им приходилось собирать, получила имя «Золотые». Мы прошли очень быстро, слаженно, дружно. Мы помогали друг другу, советовались. В некоторых местах мы прошли быстрее, прошли испытания быстрее, чем другие. Саша был очень хорошим командиром, он нас направлял. Конечно, вот эти путаницы в домах немножко были, может быть, не по его вине, но в общем и целом все здорово. В ожидании участников, которые проходили последние испытания, ведущий квеста Эрнест Хусейнов провел незапланированные курсы по подготовке в «Юные космонавты». Но вернемся к участникам квеста. Со всеми заданиями они справились на отлично. Важно вовремя включать воображение и полет фантазии, дружно отметили ребята. И только действуя вместе, можно добиться высоких результатов. В итоге, на завершающем этапе, каждая команда собрала свою ракету, подтвердив девиз конкурса «Я лучший, потому что космос наш». Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.